все можно можно ладно а спонсором нет наверно заново всем привет мы с вами находимся в калининграде все еще сегодня у нас есть такой день свободный погулять по не по каким-то особенным достопримечательностям хотя я считаю что это тоже одна из достопримечательностей калининграда это старый старый город дома здесь построены еще с немецкого времени и спонсором нашего дальше поездки в калининград и в этот замечательный район хочу отметить нематериальный аморальный и подкованный творческим потенциалом это конечно рита риточка тебе огромнейшее спасибо рита киногрупп которая зрительница из которой мы работали вместе на универе на интернах в общем рита спасибо тебе большое могут как раз приехали в эту замечательную деревню или город и не знаю как называть в общем здесь район из старых старых домов немецкого времени улица до родищева дом 4 и вот как раз здесь вокруг находятся вот такие старенькие домишки поэтому тебе огромнейшее спасибо за спонсорство в плане физического и духовного начинания потому что без тебя бы мы это место вы не нашли мы понимали что очень много таких мест калининграде когда мы проезжаем с одного части с одной части города в другую а тогда когда ты уже сказал точно адрес где можно попродить где можно походить поэтому специально свободное время не где-то гулять по центру города и советские современные постройки а именно постройки немецкого времени вот сейчас мы с вами всем посмотрим и тому кто хочет это посмотреть кому это интересно оставайтесь вместе прогуляемся сегодня такой будет лайтовый блок по позевать посмотреть и найти какие-нибудь может быть изюминки и интересные постройки именно немецкого времени вот паша уже показал этот домик я тоже помните в советское время но конечно дом немецкий да обратите внимание на табличку которая есть на доме у меня у родителей где я раньше жил по советскому проспекту у родителей тоже написано было раньше вот такая табличка она была почему-то больше по размерам написано было дом высокого дом высокой культуры и быта а здесь вот на улице ста ночная 15 издалека не вижу ста ночная 15 есть вот такая вывеска дом образцового содержания этому дом образцового содержания посмотрите какая какие на домах черепицы явно что это еще того времени но где-то может быть что-то заменяли где-то как-то но мне кажется то что вот она цветом такого как будто бы это сделано еще было тогда но окна кто-то переставил стоят пластиковые но вот например эти окна это понял что-то где-то чердак или еще что-то хотя опять же с правой стороны видите как будто бы квартира а вот в этих двух или пустует или еще что-то там потому что как просвет какой-то мы сейчас когда шли там так еще такая машинка это фольксваген старенькая как не как будто мы реально в германии вот вот здесь вот видно вот видите там как просвет просвет такой в окне в крайнем левом верхнем то ли это еще одно окно как будто бы в крышу до бывают такие окна или это дырка в окне дырка в крыше ну тогда бы затопило нижних людей соседей или жителей вот поэтому для меня вопрос но вот окна мне кажется как раз вот того времени хотя может нас поспорить возможно это уже новодел именно просто может быть советское время какие-то окна вставляли в эти старые дома пойдем мы сюда вот на эту улицу ремонтная пройдем с вами сначала посмотрим какие здесь дома ваша почему-то говорит что это новодел очень много в калининграде таких домиков которые новодел но вот это то видно что это старый еще такой дом ведь он как и обшарпанный немножко а рядом пошли вот такие уже более современные как мне кажется дома ли они просто может быть окупленные и отреставрированы потому что не может быть видите как этот дом так выглядит этот получше это тоже лучше следующий опять видите такой похуже так скажем фасад не сделан и дальше вот они идут какие машинки еще старенькие ощущения что реально как будто бы ты где-то старенькие маленькие как будто ты где-то в германии интересно так выглядят и еще есть даже флюгер флюгер сейчас я вам покажу это тоже такое с этой стороны тоже видите какие домики вон флюгер наверху интересно тоже выглядит он крутится хотя ветра сегодня практически нет можно спокойно гулять оттепель на улице плюс 3 градуса поэтому флюгер есть крыши закрыта фасад почему-то к сожалению не сделан но видите и видимо разные входа из 45 видимо другая квартира какая-то общий дом на два хозяина здесь видимо один дом на одного хозяина ведь и желтый здесь тоже ну да это разные лишь дома 41 39 лишь это просто как типа квартиры такие двухэтажные домики сделаны друг другу вместе потому что видимо или чтобы ветров не было или раньше площадь была дорогая очень поэтому строили такие дома кто знает напишите почему их так близко близко друг другу строили но все это разные дома поставите 33 31 29 четные нечетные числа здесь правда 10 здесь уже совсем новодел такие постройки уже коттеджи совсем совсем коттеджи интересно как там внутри да как и так почему то есть некоторые домики вот такие большие виши они одинаковые одинакового типа вот зеленый и розовый еще со ставнями и вот например видите обшарпанный а рядышком уже сделаны точно такие же домики но разные нумерация домов вот женщина тоже с этого дома попросите покажите вашу квартирку прикольно очень домики такие как бы своя дверь свои веранды у всех как бы счет новогодние украшения у кого-то стоят там на рождественские венки какие-нибудь надписи гирлянды так это мило так скажем интересно просто но я такого не видел конечно в в городе детства для жил может быть он во многих есть например березняках тоже есть район немецкий но это строили как они называются пленные военно-пленные что ли вот эти немецкие там тоже есть дома такие пойдем обратно есть дома такие как называется ну именно построены немцами они до сих пор стоят вот рама видно их архитектуру что-то реально ну просто не советского времени постройки то есть сама архитектуры я уж не говорю там про кирпич и все остальное то есть сама облицовка то сделано не не теремом не теремом а сделано именно вот так интересно да вот поражает что дома очень близко да друг другу что несвойственно ну вот у нас стране что коттедж забор до потолка до до неба отдельный вход гараж что-то такое больше американизированном стиле а здесь вот немецкого почему не так строились да то есть ну почему нет территории своей какой-то то есть они все сделаны друг другу есть дверь есть какая-то небольшая придомовая территория и все и больше ничего нет самое интересное что что-то половинка вот внутри получается а здесь тоже видишь а вот смотри вот например посмотреть вот смотри на 30 32 и ты 25 то есть дом делится напополам да то есть получается что только раз два этажа раз кухня видимо окно еще с той стороны получается какие-то или как то есть очень интересно сделано что дом кажется большой но на две семьи а получается что с этой стороны только два окна и что-то вот наверху как типа чердака или еще что-то и он же должен и в ту сторону какие-то кухни кухня окна комнаты выходить на ту сторону очень интересно вот так вот походить поразмышлять архитектура так сделано здесь у домики маленькие на 1 на 1 видимо вход видите сделан ну вот видно что кухня на первом этаже потому что кран и по моему туда тоже выходят окна но не может быть только на одну сторону а вот что такое 50 миллионов лет музей инклюзии кого понятно тоже интересные домики такие видите тоже на две квартиры и как как необычно выглядит на первом на втором этаже как черепица сделано но честно говоря сейчас мужчина открыл дверь и так немножко заглянул сверху вроде более спину фасад более менее сделан до внутри все такое ну прямо такое старое старые такие лестницы старые деревянные и прямо как-то так все это выглядит не очень как-то я так не вдохновлен то есть почему я говорю что интересно как выглядит все это внутри внутри видите как здесь так тоже типа как старая черепица но здесь попытались что-то сайдингом видимо каким-то сделать более современным железным или еще что-то но выглядит тоже это не очень видно что какая-то квартира к такая мы видим совсем пожилой человек какой-то живет доживает свой век и уже детям и может быть у него нет денег так как есть на втором этаже совсем все старое как-то так выглядит но всему тоже вот пожалуйста немецкая старая машинка тоже улочка но в любом случае это надо посмотреть здесь надо побродить потому что но такого мы нигде не увидим кроме калининграда если только мы где-нибудь попадем в германию или не знаю в польше есть такое интересное или нет европейский город но в любом случае это все запахом таким немецким по тоже не типичное здание остановка называется дворец вагона вагон завода или что-то типа такого клуб видимо сейчас или был когда-то вагонка назывался но типа дворец культуры естественно что он но ни на какой дворец культура особенно вот с этой каланчо ли башней не похоже что здесь раньше было одному богу известно что здесь может быть почему такой дом почему такая каланча или не знаю башня с флюгером наверху тоже не непонятно лично мне и так странно сделано что все заколочено что ты на первом этаже видимо когда-то стекла были или еще что-то какой-то балкон наверное тоже какие-то были витражи или еще что-то со временем просто видимо убрали это заколотили закрасили и до свидания здесь еще машина ездит очень шумно потому что вместо асфальта еще старая немецкая лежит камень бурщатка и очень много кстати улиц в калининграде в старых районах именно улицы покрыты брущаткой того времени сами таксисты вот мы здесь пользуемся такси потому что оно дешевое и не сами говорят что еще с того времени но там где делают укладку уже современной современной технологии технологии современными людьми уже появляются ямы и рытвины и короче уже не то что нужно получается поэтому все равно в большинстве случаев эта брущатка еще с немецкого времени но уже в какой-то мере где-то что-то отреставрировано вот эта башня не знаю каланча которая тоже подходит к этому же зданию с флюгером видите там то ли женщина какая-то с крестом я честно говоря не вижу если рассмотрите что это напишите комментариях а так вот точно да это же здание оно примыкает к к этой каланче что здесь раньше было неизвестно возможно что-то строили реально для дворца но для чего тогда вот эта башня огромнейшая или что-то раньше здесь было только остается размышлять а возможно на следующую поездку в калининград наверное здесь есть какие-то экскурсии именно 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 по городу мы находили экскурсии но меня они смутили чем смутили тем то что они ну так скажем частники предоставляют звонишь они например собирают какую-то группу нужно быть привязанным к какому-то определенному времени до я так понял потому что они вам скажут например сегодня экскурсии нет будет экскурсия только в четверг четверг возможно если народ то собирается там на 15 часов то есть вот привязанным к времени к дате это конечно не очень хорошо но поездить мы просто сейчас видели автобус микроавтобус полный тут человек там наверное 10-12 сидит вот возят по этому старому городу калининграда району калининграда вот остановка называется д.к. вагонозавод сейчас просто с пашей идем размышляем говори как есть он просто ожидал немножко другого он ожидал что здесь будут виллы что здесь будут как это называется отдельные домики отдельно стоящие типа как коттеджев и действительно такой в калининграде есть это отдельный район это не то что вот мы ходим где где лита говорит ну то что вот ради чего 12 нам давала адрес мы здесь как раз ходим вот но есть вот этот район у них называется как амиртаун или что-то типа такого там где-то парк есть еще что-то рядом и вот там как раз такие домики эти вы кстати когда мы были в москве тебе сказал мне было прямо выписано а ты говоришь нет это вот сюда ну ладно следующий раз может быть успеем еще завтра туда съездить это же может просто прогулять нам же там не надо смотреть и ходить бродить по тратить огромнейшее количество времени нам часа полтора хватит вот так лучше крыши пройти по району возможно сейчас у нас наверно не хватит времени возможно еще куда-то заехать так здесь тоже ведь такие домики рядом находящиеся друг с другом и свет видите световых столбов нет света уличный сделан вот так кстати тоже частенько у нас городе в городе детства так вот освещали делали вот как раз тех районов где строили немцы не знаю если у вас такие районы напишите в комментариях у нас есть небольшой район тоже такой же прямо за стройками и еще вот такой домик очень красивый реально охарактеризующийся такой германии потому что вход отдельный смотрите родящего 10 до такой прямо отдельный с одной стороны или это выход запасной или еще что то есть другой вход прямо центральной в серединке возможно что это тоже дом на двух хозяев у одного вход в центральной так скажем прямо с улицы а у другого чуть в стороне сбоку ну вот то что он обвит какими-то я не знаю что это как это растение называется плющ какой-то стелющийся дикий виноград или дикий огурец в общем тоже вот представляете что весной это все расцветает и дом стоит в зелени весь но сейчас это выглядит немножко так страшновато как типа фильме чужой знаете такой что-то какие-то как будто высохшие старые нет не чужой война миров помните когда там они высасывали у них вот эти вот от людей они распространяли так скажем ветки какие-то или по нашему вены скажем но так скажем достаточно с одной стороны страшновато смотрится другой стороны это завораживает хочется смотреть на этот дом изучать вот эти всякие вот ходки вот этих вот растений но весной наверное это выглядит очень красиво летом а вот еще 12 до рита нам отправляла адрес фотографии вот мы как раз сюда и приехали а ну да но рита отправила говорю мы это сохранили и специально сюда приехали поэтому рита является спонсором творческого потенциала он комнатки кстати не такие большие вещи вот одна комнатка свет горит может быть квадратов на 15 не больше я тихонечко иду спасибо тебе большое что беспокоишься за меня спасибо тебе за тебя на за себя вот здесь еще увидите как домик в одном цветовой в одной цветовой гамме но тоже длинный двухэтажный но тоже видимо как-то видите сколько сколько квартир раз два три 4 5 6 и так далее пошло квартир 12 наверное здесь только у нас бы это стоял как махина как я говорил в одном из видео комбинат производственный по изготовлению коробок для обуви пик построил бы вверх а здесь вот стелящийся домик смотрите какой тоже дом как интересно сделано и в моем стиле сделан верхний балкон с какими-то двумя стульчиками с каким-то там тазиком на столе стоящий пельмени лепили интересно тоже как сделано погодка вообще супе сегодня супер вообще суперская погода прояснила и такие облака ванильные и ветра нет все конечно красиво и вообще спасибо что вы у нас есть что вы с нами гуляете особенно постоянным зрителям не устаю это говорить за вашу поддержку за ваши вот этот вот мы прямо чувствуем от некоторых из вас вот прямо такую ну вот флюиды положительные что вы нас смотрите что вы нас прямо пишите комментарии поддерживаете в общем вам огромнейшее спасибо что вы с нами путешествуете смотрите пишите комментарии удивляетесь чему-то возмущаетесь соглашаетесь или не соглашаетесь это достаточно интересно приятно в комментариях читать и обсуждать чё паша говорит с обратной стороны просто хотел показать раз есть возможность зайти посмотреть что как маленькие дворики как как будто какие то есть выхода выхода есть потому что смотри эркер какой-то до небольшой вот у них есть у каждой квартиры дворик задние и у них еще есть калиточка вот то есть можно зайти в калитку видим в задние двери будут прикольно сделано да я бы жил бы в таком доме суперски супер супер просто и дом получается я думал что он может быть уже он достаточно широкий да то есть получается ну несколько комнат однозначно два этажа но вот внутри конечно там где-то открыла может быть это у него конечно но меня прямо разочаровала что там такое все старье невозможное даже вот смотрите трехэтажный домик стоит тоже симпатично выглядит очень много машин старых то вот такое ощущение того времени фольксвагены вот у меня папа был такой опелем когда-то первую машину из германии пригнал опели бы вот он точно такого же темного синего цвета и вот весь район почему-то и дома вот такие старые и и машины большинстве случаев старенькие маленькие вот тоже ассоциация сразу как будто бы ты или в каком-то кино или вот как-то так специально получилось что видите там мерседес старый он стоит мэрин старенький фольксваген он такой пузатенький маленький стоит впереди вот это чё что это за марка mazda тоже такая же маленькая стоит но конечно есть джипы такие совсем уж огромнейшие колхозные вот эти вот nissan вообще не понимает огромнейшие машины но в любом случае ассоциация такая как будто бы за специальные эти дома и вот эти машины и вот эти балконы в сантрет какой-то даже он какой домик смотри как прикольно выглядит три этажа и наверху еще что-то ну вот как или отдельная квартира там или это у второго этажа дополнительное место здесь точно также сантрет 33 3 этажа а наверху на два этажа полноценных а наверху два каких-то окна то ли чердачная то ли люди просто чтобы тепло было сухо на чердаке поставили скинулись деньги поставили пластиковые окна не знаю черепица старая наверху то конечно что-то невероятное невероятное бесконечное и меня вот это приводит в какой-то восторг смотрите какие окна вот это тоже вообще вот как прямоугольные окна в ряд не два больших окна не одно большое а вот раз два три четыре узких как прикольно выглядит то ли балкон потому что наверху балкон такой выносной здесь уже как лоджия закрытая такая интересный тоже выглядит вот этим калининград мне нравится что можно ходить бродить и наслаждаться такой паша пошел в коридор подъезд давайте зайдем тоже посмотрим вот здесь всего одна квартира деревянные лестницы такие окна страшные старые по одной квартире получается здесь еще одна квартира видимо наверху еще одна квартира и все а там выход во двор или что там в общем здесь получается по одной подъезд а подъезд ну по одной квартире на каждом этаже и старые двери и там второй подъезд видимо а ну видимо это вход только сюда и сюда в эти квартиры подъезд а другой подъезд выход получается выйти что ли квартиры противоположные потому что и на одном этаже нет только дверь с одной стороны двери не закрываются две квартиры или три квартиры в подъезде да вот как так где три квартиры в подъезде ну как и сделать себе дверь нормальную закрывающийся это вот для честно говоря не понимаю ну вот на две квартиры раз два получается подъезд только на две квартирки тоже дом сделан по подобию как тот здесь лучше видно один подъезд и видимо на три квартиры видите одна квартира получается вот дверь за елкой одна квартира по окнам если смотреть вторая квартира и я не знаю видимо еще одна я не знаю кому она принадлежит потому что здесь непонятно кому потому что следующие уже окна идут вот видите раз-два они похожи очень то что не сделан ремонт то есть тоже какой-то отдельный вход видимо как не знаю кухня где-то комната кто кто знает кто где-то европе живет напишите кто может быть у кого-то родственники в таких домах живут как располагаются как располагаются эти комнаты какие здесь маленькие окошечки смотрите очень интересно с одной наверху уже сделан ремонт сделано out снизу еще те старые какие-то окна такие старые старые совсем прямо они вроде бы домики все похожи друг на друга но тут же они чем-то отличаются где-то два подъезда где-то один где-то три и самое интересное расположение квартир потому что я иногда он котик какой спит потому что я не догадываюсь никак не могу понять но только по принципу одного одного дома вот мы зашли с вами в подъезд увидели как располагается примерно квартиры вообще старые посмотрите ужас ужас какой-то вообще вообще старье какое-то угловое окно сделано смотрите угловое квартиру комната с угловыми окнами с одной стороны окно и тут же с другой стороны окно видите как сделано наверху более-менее уже привели в порядок то ли заброшенная квартира то ли какие-то бичи живут бомжи я не знаю или совсем старый какой-то пожилой человек мы тоже ехали с таксистом и он сказал что вот эти старые дома особенно там еще даже живут люди там 1800 там каких-то постройках есть дома которые именно уже немцы строили перед войной вот такие например вот как эти они очень теплые очень толстые стены хорошая шикарнейшая в наше время так скажем шумоизоляция и самое главное что тепло то есть зимой там тепло и люди практически могут говорят говорят они что там кто знакомый жут таких домах открывает окна зимой все проветривается свежий воздух но квартира она не выстужается не выветривается так быстро как наши современные дома а летом наоборот прохладу она то есть держит прохладу дом то есть это так скажем может быть ноу-хау того времени все-таки видимо немцы умели строить и до сих пор они стоят в отличие как я еще говорил в предыдущих видео про этот пик неизвестно что с этими домами будет лет через 30 или 50 простоят ли эти коробки обувные или что с ними будет зашли в во двор увидели вот такой дом сверху смотрите черепица как будто бы тоже того времени но не навряд ли что в советское время здесь делали черепицы а очень много стареньких марсов и опять здесь смотрите это как называется марка ауди смотрите volkswagen аудио старые мэр старый аудио опять старая стоит и это чего тоже а мне кажется не таврия это тоже volkswagen старый старые 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 вот такие вот ощущения говорю такое что и дома старые 80-е года как будто куда-то короче продолжаем разговор обратили внимание про черепицу честно говоря я не видел чтобы черепица советское время клалась может быть я не прав напишите потому что вот здесь вот тоже видите черепица такая же вот на этих домах тоже черепица такая же старенькая 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 черепица вот здесь вот видно что вот на этом доме видно что перекрыли крышу и вот на этом там ведь она красная новая прямо видно что этого ну не знаю ну как сейчас сайдинг не сайдинг черепица современная не знаю но вот это видно что она прямо старая-старая вот особенно вот в этих местах где она состыковывается сторонами да видно что где-то она даже отошла а А самое интересное, мы обратили внимание, найдете ли вы, не найдете балконы, смотрите, как они интересно сделаны. Я сначала подумал, что надо же, как интересно сделана архитектура, балконы сделаны в шахматном порядке. Долго мы стояли, размышляли, 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 а казалось, кто обратил внимание, напишите в комментариях, я сейчас просто скажу, чем отличается, а то вы многие говорите, что я задаю вопросы, а потом тут же отвечаю. Но просто если я сейчас выключу камеру, вот пока я говорю, пишите, если вы нашли фишку этих балконов, напишите в комментариях. Так вот, если я просто, вы пишите, что я тут же, просто тут же на него отвечаю, просто, ну, не будет прикола в том, что я сейчас покажу, потом уйду, через полчаса там где-то отвечу, и уже не будет понятно. Так вот, смотрите, в чем фишка. Фишка в том, что балкон сделан вроде бы как бы на одну квартиру, на самом деле на две. Сделана перегородка напополам, и квартира, видите, одна квартира и другая, выход на один балкон с двух квартир. Очень интересно сделано. То ли это малосемейки, то ли это, так скажем, квартиры такие, потому что я не пойму тогда, где у них комната, где кухня, а где... Вот, получается, кухня и комната, или как, я тогда не понимаю. С той стороны посмотреть балконы. А там нет, по-моему, балконов. А значит, это комнаты, комнаты с баги, а тут на ту сторону. Там нет балконов, там просто прямое, прямое, я бы увидел с той стороны. Там вот именно, что просто стена, просто вот как в советское время, я еще подумал, что это просто хрущевки, просто хрущевка. А здесь вот видно, что, по-первых, это уже просто идут, видите, балконы, окна. А на втором этаже, вот вообще можно запутаться, то есть, а где тогда? Возможно, что это однушки. Короче, непонятно. А где-то вообще нет балкона. Видите, здесь нет балкона в крайнем окне. Потом пошли балконы, есть, 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 и там в крайнем окне тоже балкона нет. Она, получается, на следующем, на четвертом этаже опять везде балкон есть. Но, по-крайней мере, во всех окнах они состыкованы, видите, состыкованы. Тогда бы не получилось, что там, там, порядка, если внутри кем был. Ну да, возможно. Короче, очень интересно, очень интересно. Это, знаете, цитата в ютубе есть. Мужик сидит и очень часто его везде это... В таких ситуациях применяют. Очень интересно, но нихуя не понял. Поэтому вот такая цитата именно с того ролика. Кому интересно, берите в ютубе прямо вот эту фразу. И она выведет вас на этого мужика. Он там тоже сидит такой в комнате около ковра. И что-то там, видимо, смотрел. И такая фраза очень интересная была. Тоже очень интересно, но ничего не поняли. Как и что. Вот еще один дом такого темного какого-то, даже не знаю, цвета. Бордовый, что ли, какой-то. Смотрите, какой он длинный. Но с одной стороны он начинается как серый. А потом в продолжении огромнейший длинный дом. Он аж куда идет, состыковывается с другим. Где? Ага, балкончики. Смотрите, какие. Ну, а одной квартиры, что ли, тоже вот как это? Пентхаус. Пентхаус какой-то, видите? Причем больше в доме нигде нет. Смотри, по периметру. Там нигде нет. Только посередине в одной квартире. Или это подъезд с таким балкончиком наверху. Интересно очень. Структура, конечно, поражает. А здесь дом тоже, по сути дела, ничего особенного нет. Но здесь есть небольшие эркеры. Эркеры, видите, на двух этажах. На третьем уже нет. Почему? Вот так вот спроектировали немцы. Харьковская 30. Может быть, в немецкое время был какой-нибудь Дольшвирц. Свойн Дрансих. Что-нибудь, какой-нибудь Штрассен. Музей района. Ход со двора. Рад шов. Шов. Ну, конечно. Я, конечно, против ничего не имею. Но это так, знаете, мувитоном смотрится. Очень странно, что в таком районе немецком улица Харьковская, улица Уральская, улица Березняковская, Аллахалей, улица Ленина, площадь Восстания. Ну, то есть, ну, блин, улица Победы. Ну, я все прекрасно понимаю, что в советском времени как-то все присваилось. Ну, мы же сейчас живем в современном мире. Вроде как бы Германия все-таки более дружественная к нам страна, несмотря на какие-то политические взгляды и все остальное. Ну, можно же было присвоить улицам, если это все-таки немецкий район, да, такой прямо старый, ну, какие-нибудь немецкие фамилии хотя бы сказочников, Ганса Христиана Андерсена или еще кого-то. То есть, ну, можно было что-то придумать интересное каких-то деятелей культуры всемирно известных, или там писателей, или еще музыкантов, улица Баха, улица Бетховена. Ну, что-то можно было придумать, тогда бы это круто смотрелось и слушалось, да. То есть, сюда можно было реально бы водить экскурсии, не только показывать вот эти здания, возить, но и имена улиц были бы достойные. Паша, как ты считаешь? Ну, да, прикольно. Подъезды, конечно, трэш. Без окон некоторые есть. Это же, ну, что? Там закрыто как-то. А, закрыто с той стороны дверь? Ну, я думаю, что тут сквозные, я думаю, так же, как здесь, так же, как там. А, ну вот, видишь, сквозной выход. Паша просто говорит, если мне, говорит, за дом нужно, что сделать? Ковер выбить. Да, ковер выбить. Как мне, говорит, весь вот эти 4 километра общего дома проходить? А я говорю, так явно, что они сквозные. Сквозные дома. Ой, подъезды сквозные с одной стороны и с другой стороны выход. Тогда понятно. Сквозной. А здесь вот вроде как невижно. Ведь там темно просто. О, видите, Volkswagen опять маленький, старенький. А вот еще один. Тоже Volkswagen. Очень интересно, почему так? А? Почему старые дома и старые квартиры? Старые машины. Старые машины. Да, что-то я просто задумался, смотрю. И вот опять Volkswagen. Старенький. Ну, тоже не 2000-х годов, наверное. Где-то 99-й, наверное, 98-й. Хотя нет, вроде как, более-менее современной, правда. Вот старый вообще Volkswagen. Еще явно какой-нибудь ездил. Немецкий житель. Вот он, пожалуйста. Поехал BMW. Старинное. Как турбина. Еще как турбина, но. Я сейчас иду. Мне холодно. Холодно не то, что тело замерзло, а руки замерзли. Вот это вот такое, знаете, немножко зябкое состояние. И я понимаю, как в этих квартирах, наверное, сейчас тепло. Потому что у меня у дедушки в таких домах тоже было очень тепло. Прямо жарища, жарища такая, неимоверная зимой, что можно реально было спать с открытыми окнами и нисколько себя дискомфорта не ощущать. И рядом с этими домами старенькими, старенькими, еще проходит железнодорожная трасса. Представляете? Совсем рядом. Вот этот стук, представляете, круглосуточно слышать. Ну, наверное, люди привыкают. У Паши тоже рядом железная дорога, но не так рядом, да? Тут совсем прямо. Совсем рядом. Ну и вот есть выходы, видите, у кого-то, видимо, в подъезде они забиты. Заделаны. А где-то мы проходили, подъезд открыт. Или сломанная дверь, или он открыт. Ну, хотя с другой стороны, зачем сюда выходить людям? Непонятно. Там тоже следующая дверь закрыта. А где-то мы проходили, увидели там такая щель. То есть, видим, просто дверь выбита насквозь. И все. Какая-то комнатка небольшая, причем разделена почему-то шторкой в диагональ, видите? Не знаю, видите, вы не увидите, прямо поперек. Квартира, комната разделена напополам. Причем, необычно, необычно как-то все это. Я думаю, что навряд ли вы такое увидели или увидите где-то. Если у кого-то, конечно, есть, еще раз повторюсь, такие дома обязательно напишите. Интересно просто. Такие, да, огромнейший цокольный этаж или полуподвальное помещение с большими достаточно окнами. Не маленькими. Да. Музей района Радшов. Район Кёнинсберга. Граница района можно пройти в улицы Воздушная, с запада, проспект Миром, с севера, улица Энгельса, с истока и рекой Прогеля, с юга. В начале 20 века находился еще за городской чертой. Бурный развивался в 900-е, 920-е годы. В первую очередь, как место жительства рабочих вагоностроительного ремонтного заема. Кёнинсбергского завода, ну, вот этого завода. Ага, ага. Вот и дворец, значит, точно был еще немецкий такой. Но почему он? Интересно, такой завод сделан с башней, с такой интересной даже. Ну, старый район, 1900-е годы получатся, да? 1920-е годы. 1920-е годы, говорю, довоенный. Представляете, сколько лет они стоят, черепица, дома с 1900-е годы, и эти дома стоят. Я просто поражен. Смотрите, какой пожарный гидрант еще. Интересно, прямо на улице. Такого тоже никогда не видел в России. В американских фильмах, конечно, такое видел. В Европе, возможно, такое есть. Но в России, ни в одном городе я такого не видел. Пожарный гидрант, который на улице находится. Вот сейчас сколько прошли, вот первый такой видел. Ну, в целях, видимо, пожарной безопасности, дома друг к другу рядом находятся. Представляете, если одна квартира загорится, то может загореть полностью весь дом. Вот так, знаете, по порядку, вдоль. С одного края в другой. И все. И до свидания. И вот еще один такой интересный домик. Смотрите, да? Вроде бы, ну что необычного. Загадка, что такое на третьем этаже. Как распределяются квартиры, как вообще они там располагаются. А меня интересует во всем доме единственное место. Это вот этот балкончик, который находится сейчас по центру экрана. Да? То есть, смотрите, это уже окно. И маленькие, узенькие окошечки. То ли это балкон был когда-то, то ли это как эркер. Вот для меня это тоже огромнейшая загадка. В общем, приезжайте в Калининград. Пройдите по старым улицам Калининграда. Адрес вы теперь знаете. И возможно, что еще в оставшиеся дни мы попадем в этот, как он, Аль-Мамах, или как он называется район. Альянский, или как Альшанский, Аль-Дарнадийский. В общем, какой-то здесь еще район есть, где отдельные стоящие домики типа коттеджей. Возможно, возможно, это останется уже на следующий раз. Поэтому тут как распланируешь день, как распланируешь дни, одному Богу известно. Почему-то он там встал. Почему он там встал. Может, питочка так стоит. Не знаю. Пойдем смотреть. Вызвали такси просто. Выезжать с этого района. А то Паша говорит, очень страшно. Очень страшно, говорит, стало. Очень страшно. В общем, еще раз спасибо, Риточка, тебе за это место. Побродили, погуляли, посмотрели. Вот. Ну, летом, наверное, здесь еще прикольнее, когда тепло. Но, в общем, хорошее место тоже. Можно погулять.